Лабораторная работа 1 Создадим новый документ формата А4 Нажмем клавишу F8 и напишем Лабораторная работа 1 В этой работе мы создадим несколько графических элементов В плоском пространстве давайте попробуем создать кубик Кубик, как нам сами хорошо известно, это трехмерный объект Как же мы можем сделать трехмерный объект на плоскость? Давайте начнем с простых геометрических объектов Выберем команду создания прямоугольника И создадим прямоугольник Создадим прямоугольник, для чего? Зажмем клавишу CTRL Для создания пропорционального прямоугольника Сдублируем один раз прямоугольник Комбинации клавиш CTRL Используя объектные привязки Установим вплотную два объекта Сплющим за центральный маркер Горизонтальную часть объекта Активируем режим искажения Для чего щелкнем левой кнопкой мышки по объектам И за центральный маркер искажим Сдублируем еще один раз прямоугольник Установим Левый нижний угол прямоугольника В левый верхний угол нижнего прямоугольника Как мы с вами уже знаем Стандартные объекты достаточно сложно Каким-то образом трансформировать За счет ограничительной рамки трансформации Поэтому для того, чтобы свободно редактировать Стандартные геометрические объекты Их нужно преобразовать в кривые Используем команду преобразования в кривых Из контекстного меню Которая вызывает правой кнопкой мышки После чего возьмем инструмент Который называется форма Для того, чтобы редактировать Местоположение узловых точек Возьмем узловую точку левую И совместим с данной точкой Возьмем узловую точку правую И на глазок разместим соответственно Эту грань так называемого кубика Давайте возьмем интерактивную заливку И зададим на каждую сторону Определенную какую-то заливку Давайте выберем различные цвета Возьмем на каждую сторону Этого кубика Зададим различные цвета Получен Вот такой вот Объект Естественно, что На самом деле это не кубик А просто Несколько объектов Совмещенных Вместе Но Благодаря оптическому обману зрения Можно рассматривать данный объект Как кубик Для того, чтобы этот объект Не разваливался во время Перемещения и трансформации Мы можем сгруппировать Данный элемент Давайте рассмотрим создание еще одного объекта Создадим, например, очки В качестве оправы Можно использовать Как Округлую форму Так и Прямоугольную Значит Будем создавать Пару очков Одна из них будет С круглой оправой Другая С прямоугольной Вот Ну Допустим Сдублируем эту Окружность Сделаем ее Поменьше Вот Можно Взять и Отцентрировать По горизонтали По вертикали Ну а Можно Немножечко И сместить Внутреннюю часть Зальем Определенным Цветом Оправу И предполагаемое Стекло Но пока это у нас Не стекло Проверяем Берем Ложим на наш кубик Ничего не видно Стекла нет Для того чтобы было стекло Значит нам нужно выделить Оба объекта И выбрать команду Вырезание Одного объекта Из другого В русской версии Он называется Подгонкой Да Да Вот Теперь у нас есть дырочка Но все равно У нас Не прозрачное Стеклышко Поэтому мы воспользуемся Выделим Стекло Развернем Группу команд Спецэффектов И найдем В этой версии У нас прозрачность Находится вот здесь Нанесем прозрачность Для чего проведем Прямую Из определенной точки Из определенного центра И в данном случае У нас линейно Наносится прозрачность Да Вот Смотрим На этот элемент Нанесение прозрачности Немножечко регулятором Подрегулируем И возможно Этого нам хватит Например Да Здесь мы Нанесли линейную прозрачность Ну давайте Сгруппируем этот объект Чтобы он не распадался Сдублируем И отразим его По горизонтали Выделим Оба объекта И Отцентрируем Например По верхней грани Значит Дальше Нам нужно будет Создать Допустим Элемент На котором Будет у нас С вами Держаться Очки На носу Ну мы можем Эту часть Порядок Положить На задний план Далее Мы с вами Можем Сделать Для Ушек Какой-то Вот такой Вот элемент Выделить Оба объекта И сварить Или объединить Иначе говоря Вот Значит Зайдем В режим Искажения Немножечко Исказим Положим На задний план Перейдем В режим Перемещения Сдублируем Вот Такой вот Элемент У нас Может Получиться Сгруппируем То что у нас С вами Получилось И вот Такие вот Очки С действующими Стеклышками У нас С вами Получились Значит Можно Здесь Использовать Прямоугольные Стекла Квадратные Какие угодно Допустим Возьмем Эллипс Опять-таки Отцентрируем В качестве Заливки Мы можем Выбрать Какую-нибудь Давайте В качестве Заливки Выберем Текстуру Для чего Активируем Команду Интерактивной Заливки В панели Свойств Инструмента Возьмем Узор Например Растровой Заливки Только Вначале Надо Выделить Объект Который Мы хотим Залить Вот И У нас Появилась Определенная Какая-то Текстура Ну Она Весьма Странная Весьма Большая По размерам Опа Давайте Выберем Что-то Попроще Вот Значит Управляющими Элементами Можно Регулировать Масштаб Этой Заливки Например Там есть Какая-то Фотография Вот Такая Вот Заливка Выделим Оба Объекта Вырежем Одно Из Другого Назначим Опять Таки Какой-то Цвет Нашим Стеклышком Зададим Сразу же Прозрачность Но На этот Раз Давайте Например Создадим Прозрачность Прямоугольной Формы Вот Так Вот Сделаем По центру Нашего Стеклышка Посмотрим Работает Ли Данный Элемент Данный Элемент Как мы С вами Прекрасно Видим Он Работает Группируем Данные Объекты Дублируем Отражаем Выравниваем Выравниваем По верхнему Краю Ну а дальше Можно Примерно То же самое Делать Опять таки Взять интерактивную Залив Текстурой Применить Тот же Вариант Текстуры Положить На задний План Слоя Можно Может быть Сместить И Возможно Сделать Такие Вот Элементы Для Переносицы Которые Можно Провернуть По горизонтали И Сдублировать Ну Например Как-то Вот так Вот Чтоб Тут Что-то Было Поинтереснее Создадим Точно так же Два Объекта Из которых Объединив Которые Мы Получим Опять Таки Данные Элемент Положим Его На задний План Получится Что-то Вот Такого Плана Значит Вторая Работа Группируется И У нас С вами Есть Вот Такая Пара Довольно Странноватых Очков В Следующих Лабораторных Работах Мы С вами Научимся С ними Работать Получше И Создадим Более Красивые Работы Для того Чтобы Внедрить Результаты Выполнения Работы В отчет Необходимо Сделать Скрин Данного Программного Продукта И желательно Чтобы У нас С вами Присутствовал Диспетчер Объектов В открытом Виде Делается Скрин Вставляется В отчет Подписывается Соответствующим Образом И Сдается Благодарю За внимание Развивайтесь С нами